В этом году экспертное жюри конкурса оценивало более ста журналистских работ. Победители в номинациях конкурса наградили дипломами, ценными подарками и денежными премиями. Отметили телевизионные сюжеты, радиопередачи и газетные статьи, в которых в полной мере мастера-пера осветили жизнь районов, сельских тружеников и достижения местных предприятий и компаний. Значение слова и влияние журналистского мастерства подчеркнул Владимир Бегетов на торжественной церемонии. За эти годы, мы же встретили все информации депутатами, как она дала собрать, и в городе, в США, создался настоящий творческий сын. Мы работаем сообща, делаем общее дело, у нас общие цели и задачи процветания Кубани в лучших шутках. Именно срецы у нас и информация в ответ должны являться одной площадкой, где подобные общественно значимые вопросы будут проходить тубличные обсуждения. В нашем крае политика информационная открытость, один из важнейших принципов работы урагонного государства, она и муниципальная власть. Мы стараемся в основном и широко знакомить людей с наиболее значимыми землами проектами и решениями. Я хочу пожелать вам таких горских достижений, чтобы каждое ваше слово граждану людей потребно сделать окружающим им лучше. В моем доме поддерживается ваша инициатива, которая будет обменять людей на твои дела. От имени депутата законодательного собрания края выражаю благодарность всем участникам горских конкурсов, желаю интересных идей и проектов, которые выгодятся в конкретные дела. Пусть профессиональная честность и гражданский долг всегда станут главными принцами ваших. Отмечено, с каждым годом участников конкурсов ЗСК становится все больше. После награждения победителей ежегодного конкурса «Золотой фонд» кубанской журналистики аккумулировался у входа в здание ЗСК для совместного фото на память.